Первая лётчица-казашка Хиуас Доспанова родилась в 1922 году в Атаравской области. Во время Великой Отечественной войны она попала в Первый в мире авиационный женский полк. Они летали ночью на маленьких маломощных самолётах марки ПО-2, сбрасывая бомбы на вражеские территории. Из-за отваги и бесстрашия отечественных лётчиц немцы прозвали их «Ночные ведьмы». Старший лейтенант Доспанова совершила более 300 боевых вылетов, долетела до Берлина и встретила победу. К сожалению, она была четыре раза тяжело ранена, вследствие чего не могла больше летать. После войны занималась партийной работой. За героизм её наградили Красной Звездой, Орденом Отечественной войны Первой степени. А в 2008 году по указу президента Республики Казахстан присвоили звание Герой Народа. Она была поистине героем, память о ней светла. В 2005 году Мураджа Кибаев снял документальный фильм «Успеть сказать спасибо». Ему удалось лично поговорить с легендарной героиней. Не менее известное имя лётчика – Талгата Бегельдинова. Он родился 5 августа 1922 года в Акмолинской области в ауле Майлыбак. Перед тем, как отправиться на фронт, юный Талгат освоил управление штурмовиком Ил-2 в Ижевске. Летающий танк – так называли этот самолёт. Талгат Якубекович совершил 305 боевых вылетов и налетал 500 часов. Он участвовал в боях при освобождении Знаменки, Кировограда, Кракова, Бреслау и Берлина. За отвагу в боях был удостоен дважды звания Героя Советского Союза. Отечественные герои покоряли небо не только на самолётах. Николай Майданов поднимал ввысь в вертолёты. Он известен ещё как Каирбалат Саинович. Его мать была немкой, отец – казах. Родился в 1956 году в ауле Таскудык Сырымского района. В 1988 году участвовал в спасении воинского отряда из окружения в Афганистане. Он завершил 1250 вылетов с самой горячей точки военных действий. Его называли «Лётчиком от Бога». При выполнении боевой задачи в Чечне по десантированию штурмовой группы в районе Аргунского ущелья был обстрелян вертолёт, который пилотировал Николай Майданов. Несмотря на тяжёлые ранения, полковник Майданов выполнил поставленную задачу – дотянуть до аэродрома.